Hi everyone! Последний наш предпоследний кусочек в седьмом модул. Это, конечно же, тест-буклет. Итак, modular tests 7a по юнитах 13 and 14, name, date, class, и hopefully your mark тут только a plus будет, да? Ну, то есть очень хорошо. Ну, у вас там сколько? 100, да? Из 100. Вот это ваша законная mark, если все будет тщательно вместе со мной проходить, прорабатывать. Пока еще легкий материал у вас в младших классах. Итак, vocabulary, словарный запас. Look and write. Посмотрите и напишите. Динозаврик, dinosaur. Это был наш пример. Теперь нам надо concert изобразить здесь, да? Concert. Здесь у нас writes, горки, дословно поездки, да? Это общее название там, где они находятся. Ой, в смысле funfair, веселье. Fun, а fair, ярмарка. Получается ярмарка, веселье. Museum. Для особо внимательных. Видите, там уже написано museum. То есть трудно ошибиться в этом слове. Я надеюсь, вы его и так знаете, даже без вот этой подсказки. Окей. Next. Reading, write, shy, rubki, strong, good, kind, loud, pretty. Ну, все глаголы, ой, господи, прилагательные. Очень даже нам хорошо знакомы. Ничего сверхъестественного. For example, Lisa always gets... Вот она, ace получает одни пятерки in her tests, на своих тестах. Ну, то есть на экзаменах. Тест контрольное, проверочное, экзамен. Вот это все в английском tests. Контрольная работа. Но экзамен есть отдельное слово, экзамен, да? А вот тестирование, вот это обычно аналог ваших контрольных работ. She is a very good student. Yeah. She is very, какая-то. He helps me with my homework all the time. Так, а при чем тут она, если он помогает мне на работе, то есть домашкой все время? У вас нет такого вопроса? У меня есть. Почему тут she, а тут he? Возможно, опечатка. Он какой-то очень... He helps me. И он, ну, или she, можно вот так здесь исправить. Она помогает мне с моей домашкой все время. Но good у нас уже было, наверное, доброе. Всегда мне помогает. Еще раз, детишечки, делаем допущение, и оно, видимо, справедливое, другого здесь быть не может, что это один и тот же человек, тут просто опечатка. Не бывает такое. Он очень какой-то, а она помогает мне с homework. Или наоборот, да? То есть, очевидно, здесь должно быть где-то один человек. Либо he, либо she. Ну, пусть будет she. Здесь дописать. Вот здесь вот допишем s. Ага. То же самое определите, когда вы будете делать этот тест. Если вам в таком виде дадут, то есть, если их никто не заметит, вы скажите, что, а как это понимать, спросите, уточните. Ну, я думаю, здесь только kind. Сейчас мы увидим. Little Gina is a very, какая baby. Everyone likes her. Все ее любят. Всем она нравится. Наверное, она pretty. Красивый малыш. Хм, может быть. Pretty baby. Ну, про baby обычно говорят, кстати, cute. Вот это слово cute симпатичное. Это про кошечек, собачек, деточек, маленьких детей, которые вызывают такое чувство нежное. Так. Mark is very... He never says a word. Никогда не говорит ни слова. Он очень shy, наверное, из этих слов, по крайней мере. Ben is wearing... He can carry big boxes. Он может нести большие коробки. Он очень strong. Strong. He shouts all the time. He is a very loud person. Все время кричит. Очень громкий человек. Ну, очевидно, что в первом случае у нас тут он или она, кто бы ни был, все равно kind. Вот, слово cute вы знаете, наверное, на всякий случай, тем не менее. Grammar. Read and choose. Прочитай и выбери. Просто тест. For example, he at the party last night. Это было прошлым вечером, прошлой ночью. Значит, он пел. Sang at the party last night. Я... A new dress yesterday. Это было вчера. Значит, я купил. Купила. I bought a new dress yesterday. They didn't win the game. Потому что уже отрицание у вас здесь спрятано, да? Да, отрицание, конечно, оно здесь спрятано. Я имею в виду, прошедшее время, пока указатель прошедшего времени уже спрятан вспомогательным глаголем. Помним, да? Наш смысловой глагол стоит уже в начальной форме. They didn't win the game. Who is the самый-самый pupil in the class? Cleverest. Самый же умный, да? We... Two days ago. Значит, мы поехали, пошли. We went to the fun fair. На ярмарку, веселье. Вот это вот, на аттракционы. Two days ago. Два дня назад. Kathy is the... Самая-самая. The precious girl in the class. School. Sorry, в школе. Did you... Что-то в прошедшем времени делали? Значит, глагол уже в начальной форме должен быть. Did you meet Paul at the hospital yesterday? Ты встречался с Полом в госпитале вчера? Встречал ли ты его там? Так. Liz. A week ago. Значит, написала... Wrote a letter to can a week ago. Ricky was the... Какой-то самый мальчик in his class. Strongest. The boys... Что делали с верблюдом? И это было прошлым летом. Wrote a camel. Ездили на верблюде. At the zoo в зоопарке last summer. Прошлым летом. My brother Tom didn't swim for his school team. Он не плавал за свою команду школьную. Опять же, вот уже у вас в отрицании здесь спрятан в прошедшее время вспомогательном глаголе did. Поэтому просто swim. Communication. Read and choose. Прочитай и выберем. Example. Who is Linda? И ответ. Она милая или мой лучший друг? Конечно же, на вопрос, кто Линда лучше, ответит my best friend. А если бы был у вас вопрос, what is she like, какова она, как что она есть, как ее черты характера, она милая. Who is going to the theater? Кто собирается, кто идет в театр? Only me, только я. Или это Яблочная улица. Он находится в Яблочной улице. Ну, адрес такой у него. Нет, конечно же, надо вот этот первый вариант. Where is Linda? Вопрос, где Линда? She is at the station. Она на станции, на вокзале. То, что она красивая, это, конечно, хорошо, но не отвечает на вопрос, где она. Who was the best student in the class? Кто был лучшим студентом в классе? Johnny was. И то, что он very kind, добрый, очень, тоже замечательно, но не ответ на вопрос. Do you like my new coat? Тебе нравится мое новое пальто? И реакция какая будет? Oh, it's great. А то, что I wear it a lot, я много его ношу, немножко странно, потому что это другой человек уже отвечает, да? Так, reading and writing, look and complete, вот этими словами, then answer yes or no, а потом к тексту вопросы, правда или неправда. The best day of the year by Andy, Andy писал этот текст, лучший день года. For example, the best day, ну, видимо, day уже использовали of the year, was when I went to the cinema with my friends, когда я пошел в кино с моими друзьями. We, a great film. Что можно делать с фильмом? So, видели? Великолепный фильм about... О ком? Ну, тут такое, либо про чипсы, про картошку, либо про... Waiter уже, профессианта не может быть, потому что нет никакого артикля, он в единственном числе. About dinosaurs, конечно же. Dino-saurus. It was really interesting. Это было реально интересно. After the film, we went to Burger World. После фильма мы пошли в бургер мир, в мир бургеров. And we... Что мы сделали с бургерами? Eight, наверное. Burgers. Ели их. And... Чипс. Да. Бургеры с жареной картошкой они ели. The... Кто-то нам еще, это Waiter, который там был, Waiter, официант, дал нам бесплатную Coca-Cola. Продолжают рекламировать. Сами знаете, что... Да, интересно. It was a really special day. Это был реально особый день. Так, Andy went to the cinema. Andy пишет, да. И он действительно был в кинотеатре с друзьями. Это true. They saw a film about dolphins. Нет, это... It's not true. Это было about dinosaurs. They were bored. Нет. It was really interesting, он говорит. Скучное мне было. After the film, they went to Andy's house. Они пошли... Кто, Andy? Домой к Andy? No. Они пошли в Burger World. They ate pizza. No. They ate burgers and chips. They ate, they drank coke. Куда же без нее? Так. True. Потому что... Вот им вейшер дал им бесплатную coke. Как бы в тексте непонятно, что они ее пили. Но мы с вами догадываемся, что они ее таки выпили. Да. Ну, в общем... Мы как бы тут додумываем, на самом деле. Можно спорить, сказать. А где там написано, что они ее пили? Ну, дали и дали. Мало что им дали. Ну, видимо, вас-то глубоко копать не будут. Конечно же, they drank coke. Будет yes. Так. А есть тексты, где это очень важно. Где вот такие нюансы решают, собственно, вопрос, правильный или неправильный. Поэтому сразу обращайте на это внимание. Можете даже обсудить. Поднять дискуссию, то строить в классе. Так. Modular task 7b. То же самое. Vocabulary. Dinosaur уже есть. Fun, fair, fun. Веселье. Вторую часть fair. Здесь у нас concert. Здесь у нас museum. И здесь у нас rides. Горки. Okay. Shy, strong, good, kind, loud, pretty. Те же абсолютно слова. Lisa always gets ace in her test. Та же Лиза у нас умная. She's a very good student. Larry is very... He never says a word. Никогда слова не скажет. Но тут имеется в виду shy, а не потому, что он такой arrogant. То есть такой заносчивый или, мало ли, serious. Серьезный мальчик. Тут имеется в виду shy. He shouts all the time. Он кричит все время. He's a very loud person. Очень шумный человек. Так. Little Anna is a very... Ну, видимо, pretty. Она по-прежнему прекрасна. Baby, everyone likes her. Tim is a... Какой он? Very... Может нести big boxes. Very strong. Linda is very kind. Вот она. She helps me with my homework all the time. Там они, помните, буковку S все-таки упустили. И вместо Линды в них было she. Да, по-моему. Ну, в общем, мы выяснили, что там должно быть оба. She-she или he-he. В прошлом кусочке. Modular test 7b. Grammar. Окей. He sang... Тут же пример. He sang at the party last night. Пил на вечеринке прошлой ночью вечером. Ким. Вот ты, господи. Встретила Брэда Питта в прошлом месяце. Ким met Brad Pitt. Это famous actor. Холливудский актер знаменитый. Так. I was a horse for the first time last Saturday. В первый раз ездил на лошади прошлую субботу. Road a horse for the first time. Вот это что-то делать первый раз. For the first time. For the second time. For the third time. Кевин и Дэ. Наверное, лучший, потому что у нас the best pupil in the class. Мэри и Джули ходили. На какой-то концерт. Last night. Jack is the strongest. Чтобы был самый сильный мальчик в комнате. In the room. Ну, в комнате. Ну, ладно. Не в классе, не в школе. А именно в этой сейчас комнате. Вот он самый сильный. Синди. Вчера купила new jacket. Новую курточку, новый жакет. Ну, куртка, да? Did John выиграл the game? Он как бы выиграл. Он-то в русском прошедшем звучит выиграл. А там же прошедшись вот тут выражается. Значит, did John win the game? Who is there? Какой? Самый loudest student in the class. Вот тут. Оба правильные. Потому что, может быть, вы постоянно кушаете chips and burgers for dinner на ужин. А может быть, вы вчера ели chips and burgers for dinner. Кто вас знает? Ну, вот как. Давайте оставим eight, потому что у вас как бы тема. Past simple. Вторая форма глагола. Прошедшее время. We ate chips and burgers for dinner. Если это где-то в воспоминаниях. Мы кушали вчера, там, когда-то. Но указания-то нет. Может быть такое, что we eat chips and burgers for dinner. Ну, каждый день, в смысле, постоянно. Давайте ставим eight. Ну, вы меня поняли, да? Что если вы вдруг там можете оспорить это, можете обсудить это тоже в классе. У нас мало информации, нет контекста, чтобы точно определить. They didn't. Ну, смешно то, что у вас-то тест. Вы не можете написать. У вас клеточка, надо просто отметить, да, там, или просто написать буковку B в клеточку. А вы тут рядом. Читайте сноску. На такой-то странице в вашем тест-буклете я обнаружил, что, оказывается, оба варианта правильные. Что мне теперь делать? Вы же так не можете в тест влепить, правильно? Вам надо будет всё равно что-то выбирать. Поэтому либо вы в момент теста обсуждаете, поднимаете руки, обсуждаете это с преподавателем, если вам разрешено говорить тот момент, или после обсуждаете, и именно два варианта оставляете. Решайте. Сами там смотрите, как вам принято в вашей школе. Так, they didn't see any dinosaurs in the museum в прошедшем времени, поэтому уже see в форме в начальной будет, да? Не видели никаких динозавриков в музее. Так, communication, read and choose. Выбери и прочитай, выбери. Who is Linda, my best friend? Where is Paul? Где он? Значит, надо отвечать, где находится. He is at the supermarket, в магазине. How do you like your new camera? Как тебе нравится твоя новая камера, фотоаппарат? Oh, it's great. Я не знаю этого, тут как-то не подходит. Why are you angry? Почему ты сердит? Потому что я люблю шоколад. Нет, конечно, we didn't win yesterday, потому что мы вчера не выиграли. Who was the prettiest girl in the class? Она была очень робко. Или Mary was? Конечно же, Mary was. Reading and writing. Тут же the best day of the year, но теперь уже по версии Лизы. Так. The best day of the year was when I went to the zoo with my friend Clara. Вот она ходила в зоопарк. Мы два билета. Наверное, купили. Both. Two tickets and a map of the zoo. И карту зоопарка, чтобы там не заблудиться. В больших зоопарках там ездить погулять. First. Сначала мы... Ну, тут так. Либо мы их съели, либо мы их видели. Львов. Наверное, мы увидели их. We saw the lions. They were beautiful. Clara took a picture. Взяла фотографию. Вместе сняла фотографию. Picture of them. Then we saw the monkeys and the bears. Потом мы увидели обезьянок и медведей. The bears were... Какие были? Very big. Очень большими. After the zoo, we went to Adonals. Вот то самое место, где там они рождение отмечали, да? Ирландская фамилия вам еще объясняла, что значит. And we ate... Кушали ice cream. Мороженое. It was a very special day. Очень особый день. Liz went to the zoo with Clara. Yes. They bought two tickets and a map of the zoo. Было такое. First they saw the monkeys. No. Львы были первыми, да? Liz took a picture of the lions. Было такое. Было такое. Вот Clara took pictures of them. True. То есть yes. The monkeys were very big. Нет, там было про медведей, что они были большие. Значит, это no. They ate burgers. No. They ate ice cream. В дальнейшем у вас будет там, где да, будет true. Где да, в смысле не где еда. Где будет yes. Вы будете потом у вас тесты, будет true. Истинно. А false. Ложное что-то. Ложное утверждение, да? И будете писать t или f. Да? А сейчас пока вы типа вроде как бы этих слов не знаете, поэтому вам дают yes, no. Все. Your total, hopefully, 100 points. И если внимательность включать, то ниже 100 у вас просто быть не может. Тут просто как бы негде ошибаться. Мы настолько-то все разжевали и прошли. А вот такое иногда бывает, когда ваша невнимательность доводит до того, что хорошо знаете материала, начинаете какой-то бред потом там нести. Или банально перепутали буковки в ответах. Вот это вот грусть, печаль. Так. Поехали. Теперь listening test делаем. Listen to the correct box. Пример. Where did Anna go last Saturday? Куда пошла она? В прошлую субботу ходила она на funfair, на cinema или zoo? Там надписью видны хорошо. Давайте послушаем. Listening test seven. Where did Anna go last Saturday? Do you go out a lot with Anna? Yes. On Saturdays and Sundays. Were you with Anna last Saturday? No, I wasn't. Did she go to the cinema then? No. Anna wanted to go to the funfair, but it was very cold, so she went to the zoo with her mum and dad. Can you see the tick? Now you listen and tick the box. One. What did Billy buy? Billy likes shopping for clothes. Did he buy a jacket? No, he didn't. Did he buy a new guitar? He wanted to buy a new guitar, but he bought a book about music. Who came to Tina's party? Did you have fun at Tina's party? Yes, I did. Guess who came to the party? Tina's grandma? No. Tina's cousin? No, a clown. How many people were at the school party? How many people were at the school party? One hundred? No. Our school is small. We invited sixty people, but some of them didn't come. How many of them came? Forty-two. But that's fine. Four. Where did Tom go last weekend? Did Tom go to the museum last weekend? No, he didn't. Did he go swimming? He went to the park with Steve. They played football. Five. What did Helen cook for dinner? Did Helen cook chicken for dinner? No, she didn't. Did she cook burgers? No, she cooked fish. Теперь смотрите, если у вас вдруг вы что-то не услышали и со мной у вас не совпало ответа и хотели что-то другое отметить, давайте теперь разберём текст, собственно, почему это так. Но всегда делайте сначала, попробуйте сделать вот именно начисто, ну как вот со мной, да, не разбирая, сначала мы слушаем, а потом анализируем, чтобы вы уши тренировали, а не просто текст читали. Окей. Where did Anna go last Saturday? Это был пример. Куда Энна ходила в прошлую субботу? Do you go out a lot with Anna? Ты, мужчина, спрашиваю, девочки, ты чаще, часто выходишь гулять? A lot – это много. Ты много выходишь гулять с Анной? Да? Вы много с Анной гуляете? Yeah, on Saturdays and Sundays. Да, по субботам, по воскресеньям. Were you with Anna last Saturday? А ты была с Анной в прошлую субботу? No, I wasn't. Эта девочка с ней не была. Did she go to the cinema then? Ну, тогда она ходила в кинотеатр. Про Анну же речь, да? No, Anna wanted, хотела пойти на fun fair, на ярмарку. But it was very cold, но было очень холодно. So she went to the zoo, и она пошла в зоопарк с ее мамой и папой. То есть cinema она сразу отбросила, потом сказала, что хотела пойти в fun fair, а многие вот тут сразу начинают отвечать. Услышали fun fair, не услышав, что Anna wanted to go, вот это очень быстро проговорится, да? А дослушала до конца, только понимаете, что все-таки to the zoo. Can you see the tick? Yeah, now you'll listen to the box. Tick the box – это значит отметить галочкой вот этот кадратик, этот коробочек вот этот, да? What did Billy buy? Что купил Billy? Billy likes shopping for clothes. Шоппинг для чего-то означает с целью вот это купить, да? Билли любит закупаться одеждой, покупки одежды. Купил ли он курточку? Нет, сразу курточку отбрасываем. Did he buy a new guitar? Купил ли он новую гитару? He wanted, опять же, он хотел купить новую гитару, но он купил книгу о музыке. Book about music. То есть выбираем там, где книга. Who came to Tina's party? Кто пришел на вечеринку к Тине? Did you have fun at Tina's party? Ты хорошо провела время Тина с вечеринки у Тины? Да, хорошо, yes, I did. То есть имела веселье. Guess, догадайся, who came to the party? Кто пришел на вечеринку? Tina's grandma. No, бабулю сразу отбрасываем. Tina's cousin. Двоюродная сестра. Там девочка нарисована, поэтому мы переводим как сестра. Нет, a clown. Клоуна, да? Wow, what a party! Что за вечеринка? Three. How many people were at the school party? Сколько людей было на вечеринке школьной? One hundred? No, our school is small. То есть сто сразу отбрасываем. Наша школа маленькая. Мы пригласили sixty people, но some of them, некоторые из них не пришли. How many of them came тогда в конце концов? Сколько из них пришло? Forty-two. But that's fine. Да, главный, ответ на главный вопрос Вселенной. Forty-two. Подрастете, прочитайте Дуглас Адамса, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, автостопом по галактике. Там это число фигурирует. Okay. But that's fine. Ну, ничего страшного. Кстати, вот это but that's fine можно перевести. Да, ничего страшного, всё в порядке. Where did Tom go last weekend? Куда Том ходил на прошлых выходных? Did Tom go to the museum last weekend? Ходил ли он в музей? No, he didn't. Сразу музей отбрасываем, да? Did he go swimming? Ходил ли он плавать? He went to the park, мы слышим. То есть, картинку Бейдж, там, где пляж, мы тоже отбрасываем. Он ходил в парк со Стивом. They played football. Они играли в футбол. На картинке этого не видно. На картинке просто парк, фонтанчик, там деревья, да? Но вы её выбираете. Where did Helen cook for dinner? Что Helen приготовила на обед? Did Helen cook chicken for dinner? No, she didn't. Chicken сразу ушла курица, да? Did she cook burgers? Она готовила бургеры. Ой, бургеры пропали. У меня концовка пропала. Ничего страшного. Нет, там было чётко видно. No, she didn't. She cooked fish. Последняя фраза там была. Нет, она приготовила рыбу. Вот мы выбираем рыбу. Всё, седьмой закончили. Остаётся наш последний модуал, восьмой. И вуаля, привет, пятый класс. Всё, пока-пока. Пошли теперь слова прорабатывать в вордбуке по всему седьмому модулю.